Главный технологический партнер Лиги компьютерных игр — корпорация Intel. Генеральный партнер проекта — компания Acer. Соревнования начинаются! В 2001 году, когда Bohemia Interactive выпустила свой первый военный экшен Operation Flashpoint, мудрёные игры про солдатиков на PC были как раз в моде. Rainbow Six, Ghost Recon — на фоне этих серий операция «Вспышка» не только не потерялась, но ещё и смогла вырваться в лидеры. Секрет успеха оказался вовсе не прост. В игре была отличная симуляция боевых действий на уровне одного-двух взводов, был сложный реалистичный геймплей, было огромное количество оружия и управляемой техники. После разрыва отношений с издателем, компанией Codemasters, продолжение решили выпускать под именем Arma — Armed Assault. Игра появилась на полках магазинов в ноябре 2006-го и стала достойным наследником Operation Flashpoint. Конечно же, после двух успешных частей игры третья просто должна была появиться. Arma 2 была официально анонсирована 22 августа 2007-го года на выставке Games Convention в Лейпциге. Разработчикам понадобилось почти два года на подготовку игры к релизу. И, наконец, 18 июня продажи Arma 2 официально стартовали. Сразу стоит отметить, что игра использует технологию Real Virtuality 3, которая, как не устают подчеркивать авторы шутера, применяется в реальных программах подготовки солдат. Так что любителям аркадных шутеров явно не сюда. Со времен Operation Flashpoint графическое оформление игр этой серии выдерживается в едином русле. Картинка строгая, аскетичная, без лишних украшений, почти как в реальной жизни. На геймплей это, кстати, тоже влияет. Например, очень сложно заметить противника, затаившегося в кустах или в развалинах взорванного здания. После более 10 лет разработки движок игры может похвастать самой реалистичной боевой моделью. Законы баллистики, рикошеты, пробивание материалов, смена дня и ночи, направление ветра, погодные эффекты. Симуляция боевого окружения настолько совершенна, что этот движок используется в настоящих военных симуляторах по всему миру. В Arma 2 в вашем распоряжении огромный арсенал, включая 73 вида стрелкового оружия и 167 различных транспортных средств, наземных, морских и воздушных. Компьютерные соперники наделены развитым интеллектом. Они умеют общаться друг с другом, действовать сообща, заходить с флангов, использовать артиллерию и адекватно реагировать на действия игрока. Действие Arma 2 разворачивается в выдуманном постсоветском государстве Республика Черноруссия. В стране нарастает гражданская война, стороны которой поддерживаются Россией и США. Мы играем в роли одного из членов разведкоманды спецназа морской пехоты США под названием «Лезвие». Первые миссии вызывают строгое чувство дежавю. Геймплей знаком всем любителям Operation Flashpoint и Arma. Игра обладает абсолютно нелинейным сюжетом. Миссии выполняются несколькими способами. Игроку нередко приходится совершать достаточно трудный выбор. Некоторые эффективные решения могут оказаться довольно жестокими, но война есть война. В вашем распоряжении территория в 225 квадратных километров и набор заданий. Как их выполнять, в какой последовательности решайте сами. В отличие от предыдущих частей, Arma 2 обладает более динамичным геймплеем и множеством нововведений, внедренных с одной целью — расширить аудиторию пользователей. Пейзажи окружающего мира срисованы с чешской сельской местности. В лесах водятся олени, кабаны, одичавшие собаки и прочая живность. Полезную информацию о повстанцах можно будет получать у чернорусских бабушек, если в группе не убьют переводчика. Подстреленного товарища можно взвалить на плечи и тащить на себе. При попадании в засаду, когда рядом сквистят пули, оружие в руках начинает трястись и становится трудно целиться. Всю прихотливо ветвящуюся кампанию можно будет пройти в кооперативном режиме, а в качестве главного развлечения — прыжки с парашютом на предельных высотах. Наконец, ближе к концу, Arma 2 превращается в некое подобие стратегии. Вы управляете войсками, строите свои объекты, захватываете вражеские, зарабатываете деньги и закупаетесь техникой. Вот такой необычный у игры конец. Системные требования невелики по сегодняшним меркам. Процессор Intel Pentium 4 с частотой работы 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и видеокартой не меньше, чем GeForce 7800. Главный технологический партнер Лиги компьютерных игр — корпорация Intel. Генеральный партнер проекта — компания Acer. Соревнования начинаются!